Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня многие говорят о преобразовании своих дачных участков. Наконец-то наступило лето. Расскажите о тенденциях. Тенденции очень-очень позитивные, потому что сегодня всем хочется, чтобы их жилище не только было внутри красивым, но и снаружи. Поэтому тенденции очень бурно развивается, ландшафтный дизайн как дачных участков, и что еще больше радует улиц, городов, скверов и парков. Сегодня в большую моду входят декоративные кустарники. Кустарники, которые, в общем-то, они не доставляют столько хлопот, как однолетние цветы. И сегодня такое присутствует на рынке большое разнообразие, что можно создавать сады и малого ухода, и очень яркие, и очень продолжительные по жизненному циклу. То есть ты его заложил один раз, и тебе его хватит на 10, 15 и 20 лет. Кроме того, радует тенденция городских служб и властей, которые тоже обратили внимание на свои зеленые улицы, парки и скверы, и очень много добавляют сортовых деревьев, сортовых кустарников. Если раньше мы с вами знали три дерева, береза, липа, рябина, ну, клён еще, да, то сегодня эти же культуры, но уже представлены в сортах, они имеют разнообразные формы, разнообразные расцветки листьев, цветов, и как бы создают настроение в городе, которое я называю 12+. То есть растение, которое выглядит круглый год хорошо. Вначале оно имеет яркие ветки, потом оно имеет какие-то листочки зелененькие, потом краснеют, потом цветет, потом образуют плоды, и мы с вами целый год наблюдаем декоративное растение. Речь идет о Московской области или регионы, в том числе Пермский край тоже? Нет, я очень рада, что сегодня настолько бурно развиваются регионы. Отчасти причина моего присутствия здесь как раз именно то, что я хочу посмотреть, как идет развитие регионов. Я рада, что сегодня первый фестиваль сады над Камой. Ландшафтные дизайнеры представляют свои работы. Городские власти очень внимательно отслеживают эти тенденции и привносят это в нашу жизнь. Российские цветы чем отличаются от зарубежных? Лучше? Да, конечно. Прежде всего, не забывайте наш суровый климат. Поэтому растения, выращенные здесь, они будут хорошо себя чувствовать, жить долго и нас радовать. Растения, привезенные из другого климата, понимаете, далеко не все районировано. И я очень радуюсь, что сегодня многие покупатели и многие архитекторы, которые планируют такие объекты, они это понимают и стараются делать ставку на российский материал, который у нас выращен, где родился, там и пригодился. Поэтому это очень важно, быть районированным для данной конкретной зоны. Конечно, российский материал для России – это незаменимо. Каждый предприниматель любит свое дело. Какой у вас любимый сорт цветков? Но самые любимые растения мои – это гортензия метельчатая. Я объясню сейчас, почему. Если розу называют королевой цветов, потому что она цветет все лето, далеко не все многолетники могут нас этим порадовать, то я называю гортензию императрицей наших садов. Почему? Потому что многие сорта имеют соцветия величиной 50 сантиметров. Как вам? Полметра, да, цветочек. Это первое. Второе – очень длительный период цветет. И, учитывая наш суровый климат, ну нет ни одного растения, которое вам создаст тропический рай. Просто поистине тропический рай. Вот такие яркие, насыщенные краски есть только у этого растения. Почему я сказала метельчатая, их много видов. Метельчатая у нас уже есть опыт и в Новосибирске, и в Красноярске. Она великолепно зимует. А уж в вашем перстном крае, сам Бог велел. И меня радует, что сегодня наметились тенденции во многих регионах России использовать гортензию для городского озеленения. По причине того, что она самая неприхотливая из растений, практически не болеет. На нее редко нападают вредители, и она может приживаться в любых городских довольно суровых условиях. А если уже ей немножко уделят внимание, когда она будет в частном саду, то вот этот взрыв красок вас будет радовать все лето. Татьяна Васильевна, спасибо вам большое за встречу. Будем обязательно ждать вас у нас в студии. Спасибо. До свидания. Спасибо.